Пробую предупредить. Первый вопрос, кого очень сильно интересует? Раз. Ага, сложновато. Так, ну один, да, условно говоря, нуждают. Как растить и кого растить? О, ну я даже просто галочку поставлю, потому что больше половины. Как убедить необходимости обучения, замотивировать его там? Поменьше, но тоже интересно, да? Ну так, то есть я вижу где-то, ну примерно 10, оцениваю в 10. Как сохранить мотивацию в работе руководителя? Ох, больше похоже, 12. Ну ладно, как сохранить коммуникацию? Поменьше, ну так, форму 2. А когда сливать, как? Сигналы стол, когда все уже, коррул, то есть, и как это сделать? Чувствуется очень актуально, я тоже поставлю галочку, то есть так уже надежно. А коммуникации вертикально и горизонтально, как поддерживать, чтобы это все у нас не слабело, чтобы понимать, как и будут дела, и что там вообще происходит. Много, не 10, хорошо, так. Так, много вопросов, которые интересны всем. А каким руководителям ставить задачи, чтобы они выполнялись? А, ура, поменьше. Хорошо, где-то 6. Кто способен? То есть как определить способно? Ну вот это вот здесь, да? Это вот сюда, то есть это вторая галочка. Ну, по сути, собственно, кого растить, как вырастить, то, как его слить. Хорошо, потому что у каждого руководителя есть, конечно, срок жизни. И как сначала слить, а потом вырастить. Такое тоже бывает, да? Как растить, как растить. Хорошо, ну, честно, то есть, будь у нас тренинг, мы бы, конечно, сейчас с вами все это совместно разработали, наступил бы вечный праздник, вы понимаете, да? И вы бы не все поверили. Поскольку у нас времени мало, поэтому придется как бы так уже, ну, немножко, уже... На самом деле все знаете, это очевидно, моя задача немножко структурировать, но придется структурировать быстро, поэтому, возможно, я буду, да, краток, или как бы не совсем тренером я буду, я буду как-то так, докладчиком. Ну, вы все знаете, да, там, модель ситуативного руководства, конечно, да, то есть, когда там, что в зависимости от уровня компетенции сотрудника, нам нужно там в разных пропорциях иметь инструкции и поддержку мотивировать, да? Так вот, ну, и так понятно, что там сначала у нас там новичок такой, да, там, бодрый, энергичный, но как бы ничего не умеет, потом очень быстро превращается в кого? Опытного. Опытного, классно. Что у него с мотивацией происходит на себя? Ну, конечно, естественно, но растет квалификация. Но квалификация растет как? Медленнее или быстрее, чем мотивация? Ну, конечно, медленнее. Он уже скис, а еще ничему и научился. Прекрасный человек. Вторая категория, то есть нужно одновременно его инструктировать подробно, демотивировать, то есть, понятно, то есть нужно заниматься. Их никто не любит, бедные, печальные люди там зовут их исполнителями чаще всего, потому что они исполняют то, что им сказали, но не больше. Там эти новички, там, дилетанты, салаги, зелень, то есть как угодно можно называть, то есть те, кто только что пришел. После этого, понятно, что он там в процессе решения разнообразных задач, он постепенно набирает квалификацию и может решать задачи самостоятельно, то есть добиваться поставленных целей. Ну, через пень-колону, там, с какими-то поправками, косяками, но во всяком случае он может сделать работу от начала до конца. В этот момент он кем стал? Специалистом. Он специалист, да? Специалист, но отличие исполнителя от специалиста, то, что специалист может работать самостоятельно, знает всю схему работы, которая от него требуется, исполнитель не знает, то есть он может теоретически знать учебники, но он не проделывает, то есть он там не проделывает. То есть это, понятно, специалист, ну, понятно, что когда он больше разнообразных задач, тем выше опыт, тем выше профессионализм, он начинает находить радость в работе, получается все легче, интереснее, веселее, получается совершенно классно замечательный человек, которого уже и мотивировать особо не надо, он нравится ему уже содержимое работы, иначе он просто дальше не пошел. И уж, во всяком случае, точно его не надо там инструктировать, спасибо, Господи, да? У нас получается прекрасный, кто? Профиль, да, профессиональный. А что зеленое? Инструктаж? Это инструктаж, это поддержка. Поддержка, мотивация, там можно так назвать, да. Что приятно, то, что руководитель, мы, правда, об этом часто забываем, то, что руководитель проделывает, в общем-то, те же самые стадии в своем развитии, ну, вот так он плавненько ползает по этому заветному пути, то есть вообще вот это ДНР и руководство дают для руководителей. Так вот, дело в том, что руководитель, когда он начинает развиваться как руководитель, он поручает первое руководство, он проделывает те же самые стадии, и их никто не описывает. Вот я в литературе ни разу не встретил, что кто-то описал, как развивается руководитель, как он ползет, что с ним происходит на каждой стадии. На самом деле, вспомните, да, вот себя, там, других, там, новичков, которых вы берете, да, что с ними происходит, если только их лучше назвать по-другому, потому что у них немножко своя специфика. Ну вот, допустим, руководитель, который только начал, вот ему дали год, у тебя группа, у тебя три человека, например, сначала что у него будет? Кстати, обычно на основании вот этого чего-то его и назначают. Энтузиазм, да, то есть гордость, что, вау, я крутой, здорово, я, значит, самый лучший, все супер, то есть у него бешеное счастье в глазах, но при этом он руководить реально умеет? Нет. Ну, естественно, нет. То есть начинаются страшные косяки, как правило, то есть там, ну, дай бог, если у вас там не все сразу разбегутся, не завалится все, что можно, ну, там, правда, есть две крайности, он может, первая крайность, что он думает, ну, все, сел, я перед начальником, ты пусть они работают, а что они не работают, я не понимаю, как это ерунда. Другая крайность, когда он ответственный человек берется, начинает всю работу сделать сам, для того, что у него пять сотрудников, они там мешают ему, потому что путаются под ногами, хотя он, да, особенно если компетентный человек, которого за его компетентности назначен, ну, классический начальник отдела продаж, который 85% делает сам. То есть это прекрасный человек, если это не сотрудник, он еще больше продавался. Это классические штуки новичка. То есть реально мы создали, по большому счету, что произошло, когда мы назначили руководителя, лучшего специалиста, назначили начальника. Мы создали помехи в работе хорошего специалиста. Не стало хорошего специалиста, стало вот... Да, а его выматывают очень сильно вот эти руководители, которые он делать не умеет, они просто раздражают его. Сотрудники, что-то тупые. Ну, получается, что он реагирует. И вообще, в принципе, как только он начинает совершать резкие какие-то... Ну, то есть, он говорит, а чего ты не руководишь? У тебя что здесь? У меня же люди есть. И как он начинает ими руководить, когда он вспоминает про то, что они у него есть? То есть, ну, такой авторитарный жесткий стиль, да? Это первая идея, которая приходит в голову. То есть, ну, сотрудники, понятно, тоже начинают там разбегаться, там, жаловаться, рыдать. Ну, точно как бы они лучше работают, этого не начинают. То есть, он и время тратит, и энергию тратит. Это же еще какой стиль-то, это гаёмкий, да? То есть, ну, грустная история. Вот это нужно пережить, да? Вот с этой категорией нужно... И нужно понимать, что ни один человек не раздражается с аргумными навыками руководства. Любой человек, когда начинает прилетать вот этот опыт, всегда будут вот какие-то из тех ошибок, которые мы описали. И это всегда нужно учитывать. Ну, как можно в реальной жизни минимизировать жертвы и разрушения, которые произойдут? Они все равно будут, жертвы и разрушения. Как можно, чтобы человек... А, ну сразу, да. По времени, на ваш взгляд, сколько вот это продолжается? Пока человек поймет, что у него фигула как-то получается руководить. Полгода. Полгода, да. Ну, там, условно, ориентир 3-6 месяцев. Особо талантливые до года могут осознавать, что у него как-то не особо получается. Зависит просто от чувствительности сферы. Допустим, в продажах там сразу всё происходит, а буквально на следующий месяц уже всё понятно, например. Ну, многие, во всяком случае. Ему не всегда... То есть, он просто понимает, что у него сотрудники отупели внезапно. Ну, озарение. Обычно первый сайт такой, что у него не те сотрудники. А потом уже дальше какие-то другие происходят мысли. А там, допустим, в разработках, там, где вот там долгосрочные проекты, там это может тянуться там, ну, подольше. По годы человек может считать, что он классный руководитель, просто что-то вот прям... Ситуация такая. У него ещё об АЕшке, его все научат за это время. Да! Ну, если научат, то как-то там может... Ну, то есть, в длинных проектах, в общем-то, может быть полегче. Ну, в принципе, 3-6 месяцев вот это время, чтобы минимизировать потери, чтобы он нам не разогнал всех людей, чтобы там меньше побевал. Как можно эту стадию в более безопасное русло перевести? Обучить. К сожалению, обучить... А, еще раз. Взять сразу специалиста в сфере управления и по своему... Взять сразу того, у кого уже есть опыт, да. То есть, в свою специфику заточиться, конечно, гораздо быстрее, но денег стоит вообще. То есть, руководитель с отличным опытом сразу ценник там, умножим на 3. Причем не факт, что его не переманят через полгода в следующее место. Уже с нашими сотрудниками, с нашей базой. А нам нужно вырастить свои кадры. Да, лучше выращивать свои кадры, которые еще на свои кадры лояльны. Как вот этот рост обеспечить изнутри? Кстати, вообще, ну вот, если почитать, да, там, ну, там, тех же, там, моих любимых, там, Джима Коллинза, да, там, которые, там, ну, компании, которые там волны растут, компании, которые там долго живут, тоже там, если так сказать, тот кусочек, который нас интересует, то, что практически во всех этих компаниях руководители были выращены изнутри. Только тогда формируется долгосрочная лояльность, и человек разбирается глубоко в процессах компании. Невозможно в крупной компании за год понять, что там происходит. Ну, просто невозможно. Там он, конечно, кашкой махать может, какой-то краткосрочный рывок дать может, но, скорее всего, за это время он завалит столько всего, что там, ну, там, там, у нас есть вредная книжка, там, «Карьера менеджера» Яковка, да, там, помните, да, там, очень популярно, там и все пиарят, да, там нет продолжения. Ну, вы же знаете, что там было сказано, да, что потом произошло, потом же все там просто вот… Вот рот, мёртвый город. Очень грустная история произошла. Рывок он дал, то есть, а вот чтобы долгосрочная компания жила и росла долго, это изнутри. Поэтому растить все-таки, в общем-то, выгоднее, если вы хотите, чтобы… А мы по деньгам, в итоге, выгоднее получатся, и… Но обучение плавно. Ну, то есть жизнь научит силу, но обучение будет плавно. Вот здесь, как его расти, как минимизировать потери, если со мной эти три месяца… Ну, что в бизнесе, что… Это как? Не понимаете, ну, что в бизнесе, что в спецслужбах, это идеология, то есть миссия какая-то… Ну, общая подготовка, да, чтобы он проникался… Это деньги, секс, честолюбие, миссия, идея. Все-таки, как вот минимизировать… Да, то есть можно его сразу застроить, сразу превратить вот в это, чтобы он боялся… Конечно, конечно, все это… Не-не, я нормально. Я выдержу не так много времени. Да, это с этим… Чтобы он обучался и набирал этот опыт минимальной потери. Что нужно с ним делать? Наставник, посадить его рядом, чтобы он работал рядом с опытным руководителем, который работает давно достаточно, несколько лет, чтобы у него была возможность смотреть, учиться. Чтобы кто-то его сдерживал, приструнял. Ну, и ограничить объем полномочий, да. То есть он не должен, там, видеть возможность увольнять сотрудников, дать маленькое количество сотрудников, там, парочку, да, старший менеджер, как вы сказали, да, там, идея. Можно давать ему возможность порулить на проекте, не сильно значительно. Ну, пусть там они, наконец-то, там, сделают, там, вас там, презентов переделают, там, его, там, с двумя людьми пусть он это сделает, организует. Это все равно копится опыт. Неважно, какие процессы он будет делать, все равно вот эти… Он поймет, что все не так просто, он поймет вот эти сбои, ошибки, мало ли потери. А если вы в такую, в работающую, мощную машину втыкаете новичка, то он вам… Ну, у нас как-то вот… Там, ну, поменяли неосторожно начальника отдела продаж, но он такой был очень активный, то есть такой, ух… И, казалось, там, по резюме казалось, что у нее большой опыт. Потом, когда вы копнули, выяснили, что вот то, что она руководила, это была неправда. То есть она, на самом деле, была просто нормальной продажникой. То есть руководства не было, она была старшим именно по объемам продаж. И она просто там уронила там продажи в два раза сразу, буквально за один месяц. Поэтому дорого, то есть потом выравнили полгода. И здесь, то есть ограничивайте объем жертвы разрушения, готовьте, что пусть хотя бы полгодика поварится вот так, и будет рядом у кого учиться. Потом у нас человек переходит в волшебное состояние. Как выглядит исполнитель? Так, это мы называем энтузиастом. Как он нормально назвать? Похоже. То есть он… Там еще есть такое гадство. То, что часто вот этих вот новичков, их назначают за уверенность, там, за харизму, там, да, там… Особенно вот эти такие вот обученные в тренингах, там, вот такие, такие прекрасные люди… Был грех, я тоже обучал в свое время, как вот там себя вести, там, личное вступление. Вот это вред, потому что люди презентуют себя, как вот они такие все себя… Вот там царь горы, на самом деле он, опыта у него нет. Это не добавляет… Умение презентовать, вести себя, махать руками, Управленического опыта не добавляет никак. К сожалению, можно пропустить его через 50 тренингов. Ну, может быть, он побыстрее, как ты вырастешь. Но учится, растет реально руководитель только в решении реальных задач, к сожалению. Только так получилось. Тренинг может чуть срезать, ну, там, условно говоря, там, потратить не 6 месяцев, а 3, там… Но не заменяет, нельзя тренингом подготовить готового человека. А уж там… В вузовском образовании вузы не готовят руководителей. То есть человек не может после вуза работать руководителем в принципе. То есть там зачастую даже хуже становится, как у него появляются такие шаблоны, которые вообще не любят. То есть он считает, что это правильно, вот только так, и вот там… Ну, ладно, это не вам не рассказывать, да? То есть вы прекрасно знаете. Хорошо, энтузиазма много, толку нет. Ну, потом, что с ним происходит, когда он наконец-то осознал, что не все так просто? Чего он начинает требовать? Этузиазм падает, чего он начинает требовать? Нечего. Ресурсов. Чтобы научили, ну, ресурсные институты, это понятно, что дайте мне, я наборы сверну, а какие конкретные наборы, они уточняются… У Вичаров. Да, у Вичаров своя проблема, да, здесь просто… Новый руководитель нагрузку на подбор увеличивает сразу, там, полтора раза, там, ну, то и в два, то есть талант, да, сразу будет чем заняться. Хорошо, здесь, ну, наступает стадия, когда человек понимает, что не получается, и он просит, он начинает смотреть фронт вышестоящему руководителю, скажите, что делать. Прекрасная стадия, потому что он перестает править дурную инициативу и начинает выполнять команды. Так, значит, вот смотри, ты своим сотрудникам вот эту инструкцию передаешь. Понятно, что они в стопе должны сделать какое-то время. Да. И потом не забудь у них спросить, как они поняли, пусть они повторят. Понял? Ага, понял. Ну, вот он идет и делает то, что сказали. А теперь что? А теперь сходи, а теперь завтра сходи и посмотри, как они сделали. Да, так сходи. А я позвонил по телефону и сказали, что все нормально. Сказали? А сходи и посмотри. Что, правда? Вот он идет, идет проект, всего, кто-то ведет за ручку и заставляет совершать, ну, собственно, управленческие действия. Проводит его за ручку по управленческому циклу, по всем стадиям продаж, отправит его в ошибки, просто говорит, как именно руководить. По сути, это называется, ну, функционер, да, то есть человек, который просто передает вниз команды и, в общем-то, без искажений. То есть он боится. Слава Богу, что инициатива, все, инициатива у вас здесь закончилась, то есть мы за него уже заплатили, все в порядке. Это не дешево, то есть это нам обошлось. Здесь человек, мы там переживаем, что вот у нас руководители без инициативных, вот радоваться надо, когда они становятся без инициативными, потому что вот на этой стадии, в принципе, при хорошей организации процессов, он может принадлежить пользу. То есть он может реально, ну, вот это, в принципе, линейные руководители, они, в общем-то, если человек спокойно и качественно передает команды, и правильные действия выполняют по контролю, по техническому и временному, вовремя укладывают людям зарплату, вовремя направляют системы, то есть выполняют отдельное действие прекрасное. То есть он уже может работать в системе, может реально наносить пользу. Правда при нормальной организации. Если мы хотим, чтобы он самостоятельно работал, вот он самостоятельно работает. Нет, он просто вот так застопорится и просто превратится вот в губий, то есть он умрет здесь. Ну, давайте назовем функционер, нормально назовем? Узнаете, какой тип, да? Все хорошо. Сколько времени человек, вот, когда он начинает оттаивать, когда у него начинает появляться вот какое-то соображение о том, как в целом осуществляется процесс руководства? Ну, да, от года. То есть обычно год-два вот здесь очень сильно зависит, конечно, от того, какая система, какая компания, поставлена ли вот эта система развития сотрудников. Кстати, вот здесь уже они могут, они уже едят обучение, то есть они скидают алгоритмы управленческие, они, у них уже есть вопросы, они уже поняли. Эти-то все знают, все понятно. Особенно если люди здесь образовательные, вообще хана. А если две книжки еще прочитал, то все. То есть уже все. Уже мне га-экспект. Вот эти уже понимают, что все, что есть, у них есть, но они, правда, боятся экспериментировать. То есть им нужно почитать, формировать понимание и давать много-много инструкций, и тогда они спокойно начинают руководить, получается, более-менее внятно. И когда вот он у него вдруг полискует какое-то ленту, он говорит, ах, так нужно же, когда вот там цель стоит, так ее же можно раскидать людям на задачи. И они, в общем-то, потом в итоге дадут такой результат. Правда, если им поставить правильную задачу, получить обратную связь у них, да, и потом, если их регулярно контролировать, там вот промежуточный контроль обеспечить, а потом это продалит, ах, это же вот, вот так же это все. И он один раз ему ставил цель, говорит, ну вот там продай там на столько-то. И он вдруг понимает, что ну вот есть столько-то людей, можно так-то раскидать, вот так-то проконтролировать, вот так-то там, если что, поперебрасывать задачи и выполнить план. Он такой, ничего себе, да. То есть потом второй раз, третий, четвертый, и человек вдруг понимает, вот в целом, как процесс руководства осуществляется. Ну, по сути, он кем стал? Ну, специалистом в руководстве. По большому счету, ну, можно его назвать, я предложу название организаторов. То есть человек, который уже умеет организовывать сам процесс. Он знает, в основном, как осуществляется руководство, как там с ним это происходит. Главное отличие, да. Кстати, вот с этого момента, вот тот самый золотой сотрудник, помните, как там заявлено было, что кто самостоятельно будет работать. С этого момента сотрудник способен самостоятельно работать над своими проектами. Ну, в смысле, что вот вы ставите его план, и потом, ну, естественно, промышленный контроль никто не отменял, там, естественно, там, мотивацию никто не отменял, сверху ресурсов тоже. То есть все это все равно нужно, да. Но, во всяком случае, он у вас вопрос идиотский, типа того, что, ну, вот я спросил и что, да, этого уже не будет, да. То есть он понимает, что теперь нужно вот там пойти проверить, нужно там вот это проконтролировать, это пнуть, то есть узнать, в какое место пинать. То есть это, ну, организатор. Функционер, организатор. И вот потом, когда вот он много, а, кстати, сколько времени вот на этом этапе человек держится, сколько ему нужно времени, чтобы он уверенно вот эти вот эти схемы освоил. Ну, да, то есть на переход, в принципе, вот здесь вот уверенность, человек вот через год-два вот он нормальный, он там работает как функционер, но потом осознание наступает где-то 3-5 лет. Ну, помните, там, где-то давно учился, там, советская еще схема была там, 3 года читался молодой специалист, 5 лет специалист. Вот оттуда же, для руководителей та же самая история. То есть через 3 года можно давать человеку что-то самостоятельно, но небольшое. Потом уже через 5 уже уверенно вот это все дело, то есть ему ставят цели, за него разрабатывают стратегию, там, он не видит там связки, он не может анализировать, он не может улучшать процессы, но у него есть схема действий, вот конкретно у него отрасли, его там, допустим, он умеет управлять магазином. И вот все, что надо знать в управлении магазином за 3 года, ну, небольшим магазином, мы не берем гипермаркет, там другая стена, естественно, но, в сущности, за 3 года, в общем-то, практически любой человек поймет, что все, что потребуется. В принципе, 3-5 лет, и у нас получается вот как раз тот самый организатор вполне толковый. Ну, и потом, если он начинает чуточку более разные задачи решать, там появляется интерес, потому что он начинает ищить, находит возможности оптимизации, улучшения, всяких интересных наворотов, какие-то новые методические решения, что-то тут подчитал, что-то попробовал, тут оп, а здесь затрата, можно сказать, 30%, круто. А здесь раз, и смотрите, результаты такие, а здесь раз, и мы там процент брака снизили, допустим, на 2%, супер. Он внедряет, и у него появляется интерес. Потому что, когда можно что-то пробовать, появляется какая-то легкость в работе, появляется много инструментов. Не одна правильная схема, а много вариантов достижения нужной цели. И причем нужны цели. А почему план, то есть это уже тот самый начальник отдела продаж, который скажет, а что такое план 2 миллиона? Знаете, я так примерно прикинул, что, в принципе, в этом месяце можно 3,6 как минимум просто поставить. 3 просто даже неинтересно, то есть это как-то смешно. Вот они могут это делать. И давайте мы еще параллельно, на 3,6 еще и стежки подрежем. Давайте вот так вот сделаем. Вот это уже, по сути, как руководитель называется? Ну, профессионал или, я бы назвал, стратег. То есть человек, который может выстраивать различные стратегии, может заранее вперед планировать свои действия по разным способам достижения цели. И выбирает разные стратегии. Этот один, он действует по правильному алгоритму. А вот этот уже, кстати, вот с этого момента человеку, в принципе, примерно все равно, чем руководить. Он довольно быстро разберется уже в любой системе, потому что он уже думает на уровне аналитики разобраться в процессах. И примерно за год он разберется почти в любом бизнесе. Но при условии, что он один раз дошел вот до этого, то есть долго пробаратался и желательно в одном бизнесе. Потому что в разных бизнесах, к сожалению, человек начинает каждый раз заново. То есть он годик поосваивал технические детали, как-то там с людьми познакомился, что-то еще. Он не дошел до развития о себе замены. Он не протащил за собой по этой линии до уровня специалистов, своих там замов. Он не менял 10 раз НЧАРов. То есть он это все не прочувствовал, не прожил. Ну, а кто виноват? НЧАР виноват. Если сотрудники не подчиняются, то что же, ну понятно. НЧАР всегда крайний. Для этого часто его держат, чтобы руководить был не виноват. Ну, для вас не секрет, я думаю. Ну, кстати, не самое такое. Самое, конечно, первым страдает обычный директор по развитию. Первым стреливает, я понял. У вас так же, да? Кто виноват? Ну, в смысле, генеральный, как обвиняют обычно. И в общем-то, в какой-то степени он прав. Ну, в общем, для этого требуется 8-10 лет. Вот за это время человек становится реальным руководителем. Ну, поэтому, когда у вас там человек в резюме пишет, что он профессионал управления в 23 года, то, в общем, наверное, нужно так задуматься перед тем, как его ставить. Пробовать на должность начальника какого-то серьезного отдела. Требуется время. Для этого требуется время. И руководители не растут, то есть они не появляются как грибы. Они постепенно плавненько выращиваются. То есть, да, они растут и сами по себе где-то на стороне. Но просто дорого будет их вам на этом этапе. Ну, как уже говорили, дорого, и они не будут нам лояльны. Плюс они будут делать косяки, просто не зная особенности работы в организации, не понимая глубоко ваших сотрудников. То есть будет много сложностей. Это идеальность. Почему идеальность? Она, в принципе, идеальна. Ну, она более-менее реальна. Нет, люди могут застревать, кстати. Допустим, на уровне функционеров человек может застрять и там остаться. То есть прекрасно. Ну, допустим, в госорганизации тоже переменные идут. Но есть организации, которых там вот заматерили, и там тихонечко получают все свою зарплату. Задача просто быть на рабочем месте и перекладывать бумажки из одной стопочки в другой. И людям нормально. То есть как бы им ничего больше не надо. Они получают там свои там... Пока задачи не станут разнообразными, пока он не станет делать вот целиком какие-то проекты от начала до конца, сам планировать не начнет, то он не перерастет вот сюда никогда. Это, кстати, вот когда вы держите руководителя такой вот жестких инструментальных рамках, когда все документами прописано, то он не вырастет у вас. Ему не надо просто. Нет вот этих сложностей. И пока не начнется... Вот, допустим, выполняет у вас начальник отдела продаж 2 миллиона, и вы с ним больше ничего не требуете. 2 миллиона, 2 миллиона, ну там поправочку ввели на 20. А вот если скажете, так, ребята, у нас два выбора, или мы через полгода делаем 5, или как бы мы закрываемся. Давайте. Ну в этом случае это бонус. То есть он вынужден что-то выходить за рамки привычных схем, тогда будет расти у профессиональных. То есть постоянно усложняющая задача. Так сам по себе расти не будет. Он понял, как вот 5 из 5 сотрудников выжимает там свои два ремонта, и вот он их выжимает и выжимает, все прекрасно. Ничего, что я на примере продаж, можно про производство, можно про строительство, просто я немножко не в курсе, как бы там, как раз специфика. Продажа. Ну, всем это так обобщенно, думаю, что не всем. Хорошо. С этой примерно идеей понятно, да? Тут если чуть подумать, там много чего можно вытащить. Да, первое, что там идея вот, что сотрудников можно там где-то распознать и понять, что вот он там, что вот этот точно из него будет руководитель, вот этот, вижу как наяву. Нет, таких технологий не существует. На всяком случае я их не знаю. Можно предположить, не более чем. Но, в принципе, единственный способ понять, будет человек руководить или нет, это пробовать его. Ну, а с этого начинается, по сути, вот, что человек, у человека должно быть желание руководить. Естественно, там, продвину через систему тестов, на чем это желание базируется, да, что там нет ли там каких-то там всяких странностей и склонностей. Но если нормальный здоровый человек, там, без сильных неврозов, там, изокидонов, то, в общем-то, у него шансы есть. Причем иногда те люди, которые не особо хотят руководить, не то, что «Я!» «Надо гликеровый завод!» «Я!» Есть, кстати, которые считают, что руководитель тот человек, который на халяву, там, безнезавтраки ест, пьет с клиентами, то есть «Я!» Вот посмотреть просто за счет чего, и он, скорее всего, вот тот, кто не сильно хочет, часто оказывается лучшим руководителем, поскольку он, в общем-то, уже заранее немножечко, он, как бы, вроде так, но он уже понимает, что там, у него есть какие-то осознания, то есть он уже что-то подозревает, что мёд им не на масле. Ну, вообще, конечно, вот этот, первый год руководства, то есть, ну, медовый месяц, там, пара месяцев, он, как бы, всегда есть, но потом накрывает обычно жестко. Ну, вспомните, там, вот этот путь, да, когда, там, первый опыт руководства, ну, самый первый, это, конечно, классно, вот спустя, потом, когда вы узнали, там, как сотрудники к вам относятся, вот тут вот, и вот, вот эти люди обычно уже что-то поняли, чуть быстрее могут вывести, бывает такое. Пробовать, ну, и создавать ту самую безопасную обстановку, как уже говорилось, и не жалеть времени просто вот в эту, в эту сторону двигать, подбрасывать задачки разного уровня сложности. Так, давайте мы вот «стратег», условно, назовем, «стратег». Хорошо. Это такое бережное занятие, что вот нужно их очень-очень аккуратно, чтобы не потерять их по пути, поскольку, в принципе, самый дорогой вот этот этап, поскольку здесь отдачи практически нет, как правило, расходы превышают доходы с этого уровня. То есть вот это самая дорогая главная часть обучения. Если он прошел и не сдался, продолжая двигаться, берегите его, поскольку вы основные вложения в него сделали вот эти вот полгода. И нужно всегда понимать, что будут потери. Вот точно будут потери. И это нормально. Давайте попробуем. Ну ладно, не будем сейчас это рассказывать, там просто сердце кровью поливается, насколько обходятся вот эти вот решения, там действия. Вложили в обучение сотрудника еще полмиллиона, условно. То есть это дорогая вещь. Не заменить тренинг. К сожалению, да. Хорошо. Теперь еще один фокус тоже, что нужно понимать, как руководитель набирает вот разные способы руководства. Здесь вот мы говорили про то, какие вот навыки, ну тоже возьмите вот эти компетенции, посмотрите просто какие навыки он набирает сначала, потом какие, ну первые, да, критические анализы. Он уже начинает осознавать свои действия и получать обратную связь. Ну потом понятно, да, что он учится вот там ставить задачи, учится там получать обратную связь, учится контролировать. Тоже можно расписать, понятно. Ну это для HR, да, что там нужно подрасписать. Последователь. Не надо все навыки сразу пытаться дать не освоить. И не надо начинать застрах планировать. Абсолютно бесполезно. Ну как бы там какое там, он там еще будет. Людей-то боится, что-то ему сказать. Ну, кстати, отсюда еще эту схему полезно ее давать вот руководителям. Новички обычно, ну вот те, кто начинают, они очень боятся более опытных, более мудрых, более старших подчиненных. И вот это, конечно, всегда вот такая проблема возникает. Потому что там у него подчиненный профи, а вот этот вот пришел, вот не делать, такой ситуации допускать просто нельзя. То есть не должно быть такой ситуации, когда у вас руководитель новичок, а подчиненный его профи. Ни в коем случае. Вы просто рискуете этого потерять, ну то есть вам придется кого-то увольнять, ну понятно, что этого уволите, очень разумно. Ну просто зачем ставить неудобное положение людей? Когда вот с профи, ну хотя бы пусть специалист руководитель будет, только им давайте вот этих, или себе оставьте. И профи же немного. Оставьте, как вы находитесь, пусть подрастет, пусть научится. Сколько с профи нельзя вот ни в коем случае там просто. Кстати, профи руководитель тоже вот сейчас вот, сейчас же очень такой, постоянно бурные такие перемены. Кто-то кого-то купил, кто-то кого-то поглотил, кто-то там какую-то себе там 8 филиалов там за год открыл, ну и там полный цирк, центральный офис, в котором там 25-летние топ-менеджеры, а там сидят такие в закаленных боях мужики, там 50 лет, там 60, которые съели не только собаку на производстве на своем, там на продажах, на руководстве, а там уже там они, в общем, съели там весь зоопарк. Все, что можно, уже узнали. И вот тут, конечно, вот эти перегибы, начиная с того, что там включают кулаком по столу, там что-то говорят. Вместо того, чтобы вот новичкам, нужно учиться как раз мягкую форму поведения. Первое, что вам люди все сделают, они там все умеют, просто вы не говорите им, что делать, а слушайте, вы скажите, что вам не хотите, пусть на нем расскажут. Вот это постоянно, что будьте ленивыми, будьте тупыми, не делайте за людей, вот, но это, к сожалению, угодно это точно, как минимум, даже если вы акцентируете только на этом, что не мешайте там людям работать, то есть не вести его за своим статистическим руководством, да, просто не мешайте людям работать и получайте, слушайте, что они говорят. У вас на это уйдет год, прежде чем вот новички, вот эти, ну там, такие чуть-чуть вот, сначала они даже не слушают, потом, когда вот там уже кто-то уволился, там что-то они потеряли, да, потом через год они только могут как-то руководить вот этими вот мощными людьми. То есть будьте осторожны, желательно, чтобы вот этого перекоса, конечно, не возникало, потому что потеряете вот этих вот профессиональных людей там, лучше, там бывает просто вот, есть такие руководители, которые, в общем-то, вообще не руководители, которые даже не пытаются вот там что-то свое отставить, то есть, а я просто не разбираюсь в этом вопросе, там, такой спокойный, да, такой, просто что, а что нужно сделать, а как, иногда это даже бывает лучше, чем вот, там, жесткий вот этот топ, который там пытается построить, они не построятся, они не идут, они всем нужны, они такие, правда, вот те, кто вот уже там вот заматеревшие, они обычно менее мобильные, они так вот быстро вместо работы не меняют, кстати, тоже плюс, что, почему их еще надо беречь, а таких вот желающих, там, этих вот 20-летних топов, их много, в 8-м смысле, уже те, кто хочет поплыть вот этим топом, но лучше этого не делать, конечно. Хорошо, то есть, смотрите, кем они, кем они руководят, кстати, новичками более-менее нормально занимаются те же специалисты, то есть, когда у вас руководитель специалист, который мега-профи, новичок ему, к сожалению, мало чего не научится, там, просто какое-то мельтешение, гениальное решение, какие-то озарения, совершенно непонятно откуда, то есть, какие-то, вроде все круто, а как это круто, он не понимает процессы, он не понимает, как руководитель принимает решение, он не понимает, как осуществляться процесс руководства, там уже многолетние фразы, понятно, что там вот, там, звоночек, там, Петрович, там вот ситуация небольшая, там, да, с этим, да, ты разберешься, ну, хорошо, чудно, все, это его руководящие указания, да, потому что они с Петровичем 20 лет вместе работают, да, если новичок пытается так же, да, понятно, он ничего не научился, а вот этот, вот этот такой малоопытный, он научит, то есть, у него можно учиться, то есть, новичков можно рядом со специалистами поставить, тоже вот ошибка, что бывает, что, типа, пусть наши профессионалы научат наших довечивших. Не надо, не надо, профессионалы пусть учат, профессионалы пусть учат, ваши самые лучшие, вот, руководители, самые профессиональные, пусть они учат специалистов, вот эти могут уже учиться, а вот этих нет, этих вот только, тот тоже вот, ну, такая, в плане развития, та же, та же самая история. Да, еще вот процедура, стили, которые последовательно... Так, сколько у нас еще времени? Еще есть 15 минут, да? Хотел две интересные штуки расскажу. Я уже, к сожалению, с такого интерактива не получу. Нормально? Нормально, нормально. На тему, то есть это про то, ну, тоже знаете, стиль руководства, там, что там, я, там, дело, сотрудники, ну, и там, понятно, там, в серединке, там, ну, и вы понимаете, да, помните тоже, что здесь вот авторитарный стиль, если вы говорите, вот отсюда руководитель своего опыта, там, вот он самый умный, там. Кстати, вот часто из профессиональных сотрудников получаются такие категории. А, чуть-чуть все-таки вот вернусь, тоже популярная ошибка, не делайте вот из профессиональных специалистов, руководителей, не надо. Вот на этом уровне, вот отсюда руководство хорошо людей переориентировать, вот отсюда, из специалистов. То есть, причем, кстати, ну, когда говорили, кого растить лучше всего, наиболее перспективные кадры, люди, которые уже разобрались в специальности, то есть так, ну, технически все понимают, как у вас в организации происходит, но у них какая-то заминка, то есть они медленно развиваются вот на профессиональном пути. Ну, как-то они умеют, но не претут, не идет развитие. Вот для них идеально как раз уходить в руководство. Потому что, когда человек уже размился и вот здесь заматерил, то, конечно, дорого из него делать руководителя. Ну, просто вы теряете то, что он делает. А? И ему не надо. То есть, вы заставить его можете, он человек лояльный, он много на что способен. То есть, и, в общем-то, что там сделать, мы, скорее всего, суммарно получили от него меньше, чем если бы он просто работал как профиль. Так, вот это тоже, что, вот это популярная просто и очень дорогая ошибка делать из максимального профессионального сотрудника и руководителя. Иногда получаются очень неплохие руководители вот из этой стадии, когда человек выгорел уже, ну, там, условно говоря, 12-15 лет уже работает, уже все задолбало насмерть. И вот тогда он, ну, там он уже начинает немножко косячить, там, халявить такую. Ну, то есть, человек просто устал, задолбал, ему технологии подустарели. То, на чем он работал, то, чем он, вообще, вот его там основная компетенция, она подпрокисла. Ему надо... Обычно люди меняют сферу, и вот если он здесь пойдет в руководство, то, в принципе, может получаться неплохой руководитель, но будет, если он преодолеет барьер собственного профессионального. Нужно постоянно будет сравнить вот этих вот, там, своих подчиненных с собой. Это, конечно, будет за сам. То есть, из него можно сделать неплохого руководителя группы, вот там, профи, допустим, профессиональные. Когда вот он сам задолбался, но он, в принципе, в тени. Ну, вот, и там вот специалистов, ну, как бы не надо эмусовать вот этих вот. Это его будет раздражать страшно. Вот ему нужно, вот высококвалифицированные людьми он может руководить. Вот это полезно. Ну, у нас, вот там, допустим, Татьяна Карабенко там тоже будет поступать попозже. Она в тренингах, там, уже больше 20 лет, да. И, в принципе, ну, она ведет их еще так иногда, да, как-то там. Ну, в основном, тренерские что-то еще. Вот она нормально развивает тренеров, но ей с новичками возиться с ушей. Ну, то есть, вот это вот, учтите, просто дорого еще стоит, поэтому я вернусь. Так вот, стиль и руководство. Ой, господи, немножко такая. Там где-то у меня видео на сайте болтается. В принципе, прости, там что-то мне рассказывать, там как-то там, потом посмотрите, там, бесплатно можно скачать, посмотреть. Оно довольно профессионально там сделано, в отличие от всех презентаций наших большинств. Авторитарный стиль, деловой, ну, понятно, там, инструкции, приказы, правила, сотрудники. Это сопричастный еще называют стиль, когда забота о сотрудниках, там, сотрудники, прежде всего, сохранить людей там, их идеи там, вычерпать там, вот с них там, создать им условия, чтобы они там были лояльны. Это было понятно. В жизни просто редко встречается, поэтому я его описываю. Ну, и договоренность между всеми сторонами, демократический стиль. Часто демократии выдают вот этот за этот. На самом деле, демократия, это когда все стороны договариваются между собой. То есть, когда открыто выносятся решения, вплоть до того, что даже руководители могут назначать выборами, там, как-то вот, романтической процедурой. То есть, интересы дела, там, жесткие требования, интересы руководителя идеи, и идеи, интересы сотрудников тоже да. Ну, и вот такой стиль, который там, ну, его обычно называют впустительским в литературе, но тогда он, как бы, плохой автоматический, да, знак минус. Я бы лучше назвал его наблюдающим. Он хороший, да, становится. На самом деле, не плохой, не хороший, он такой, тоже имеет место быть. Так вот, нормальный путь развития руководителей. Ну, что вообще, в принципе, руководитель халявщик, ну, вот сейчас много людей с такими необоснованными ожиданиями, как все быстро произойдет. Вот он там, раз, и за год у меня бизнес заработает, все само там супер, там будет, там, вот там, вот, все будет. Я вот и сяду, там, под пальмой и буду, вот, там, пить вкусный коктейль. Классно. Таких вот много вот людей. И даже вот куча сейчас вот этого продается, там, что мы нас научим это делать, там, сидеть под пальмой качественно, там, вот, пить вкусные коктейли. То есть, а при этом все будет, просто деньги будут течь рекой. То есть, это вот, сейчас очень модная тема. Ну, примерно, там, одна двадцатая, наверное, процента людей действительно вот теми методами, там, удачи у города. Ну, бог с ним. То есть, такое теоретически возможно за год, но это не будет бизнесом, не будет, как вот, системой, там, руководителем чего-то еще. Вот, ладно, это больная база. Хорошо. Так вот, люди сразу хотят сюда, не получится. То есть, типа, вот я тут буду, типа, руководить, сидеть там, вот, под пальмой, да, то есть, получать зарплату руководителя, вот оно будет происходить. Не получится сразу. Нормальный путь, когда руководитель начинает, он начинает вот с этого стиля. Ну, сначала он вообще боится друг друга. А потом, как бы, начинает отдавать осторожные, но очень злобные указания. То есть, он вроде как и осторожно, но в то же время у него там интонации, там, тенды, проскальпы. Ну, в силу неуверенности человек начинает давить на остальных. Это нормальное состояние. Практически любой руководитель начинает. Плюс, там, там же образы еще черпаются откуда? Там из фильмов, там из литературы. А там процентов, наверное, 90, это все авторитарно руководители. Такие, о, кулаком по столу трезь, там куда-то побежал, там все круто, все здорово. Ну, мы в реальности понимаем, что это не очень эффективно. Но образ загреблен, причем это производит яркое впечатление. И для человека ощущение исходное для новичка, что только так и можно руководить. И это первое, что он осваивает. То есть, нормально. И полезный стиль его тоже надо уметь. Важно не задержаться только на нем. А он в какой-то момент понимает, что сколько можно шашкой махать, уже как бы пора, в общем-то, уже и как-то вот... Что нельзя все время, славому, руководить каждым процессом, каждым возднем. Он начинает, что вообще, в принципе, неплохо инструкцию будет написать. Что-то правило, предписание там. И представляются элементы деловой стиля. Второй стиль, который просто для выживания. Если он не начинает осваивать элементы деловой стиля, то он просто подыхает. Это вторая группа навыков. То есть, описание инструкций долгоживущих во времени. Тоже, понятно, много писаков поначалу. То есть, инструкции на 30 листах, которые он сам до конца не зачитает никогда. А потому, чтобы они работали, это понятно. Потом только человек учится писать коротко. Ну, как известно, длинно писать легко, коротко писать сложно. Понятно, еще сложнее. А чтобы это делали, вообще сложно. Ну и вот потом, когда он может в трех словах написать инструкцию, которая потом 10 лет живет и работает, вот тогда он стал, он реально освоил этот стиль. Но это не быстрый процесс. Потом, в какой-то момент, вот он настолько там этих инструкций насобачился их писать, что уже просто все обвешал, там куча консалтингов по этому поводу, там мы опишем там все, там у вас там, ну там масса там компаний там, вот все страшно это любят, да, что писать не слышь, да. Потом удивляется, единственное, почему там работать перестает. То есть, когда подробно описан, люди просто начинают частью выть, то есть, они вот ходят, демотивированы, то есть, ничего делать не хотят. Потому что шаг в шаг, вот такую инструкцию надо, вот такую. И потом они начинают противоречить другу. Чем больше инструкций, чем выше вероятность противоречия, и тем выше вероятность то, что инструкции отстанут от жизни. Ну, классика, да. Людям плохо, плохо, ну, тем более в динамичной среде там совсем, то есть, он понимает, что делает уже глупость на уставе, а что делать, инструкции, да. То есть, народ начинает бежать как таракана, особенно у кого есть квалификация, свои мнения. И вот такой, он вот руководит, вроде инструкции, а люди-то где? Люди разбежатся. То есть, снова начаров нагрузка, да, то, что где, где, где взять людей. То есть, и в какой-то момент такой, а, надо как-то вообще там мотивацию какую-то, их спросить. И наступает тоже перегиб вот сюда, потому что начинают это, люди, наша главная ценность, просто неким руководить инструкции. Ну, условно неким, в смысле, что просто много незакрытых вакансий, то есть, там люди как-то через, там, условно, на половине состава сотрудников люди работают. Ну, как-то там организация жива, потому что, ну, еще, как бы, она остается. Но, тем не менее, обычно актуальным вот этот стиль становится. То есть, нужно подумать, чего же люди хотят, как же их удержать. Особенно вот сейчас конкуренция за персонал обостряется, ну, за профессионал, естественно. И поэтому сейчас вот эта вершинка в ней бывает там надолго подвисает, но зачастую даже жертвуя вот этим и вот этим. То есть, он там себе зарплатку подрежет там, и по должной работе посидит там. Делает просто, чтобы люди хотя бы какие-то остались, прежде чем они там начнут что-то приносить. Ну, а потом он понимает, что что-то как-то у него там своё прибыль, то есть, мне кажется, если он свои бонусы какие-то левые получает, это как на себя сейчас, да? Что у него там какие-то уже инструкции нарушаются, что там что-то он там переплачивает, уже как-то смотрится и в фонд оплаты труда как-то странненько. Ну, в общем, ну, как бы двигаясь, я на поводу у сотрудников. И он начинает это приводить в баланс. Ну, и тут как бы начинается высказывание интересов разных сторон, да? Что у нас требования вот такие, планы такие, там, законодательство изменилось вот так. И, ребята, знаете, мне вот тоже надо вот то-то, я тоже хочу хотя бы раз в три года в отпуск сходить, я тоже хочу там себе нормальную бонусную составлять, и сотрудники тоже, что нам бы хотелось вот так работать, вот это вот должно быть, давайте договоримся. И вот эта открытая информация договаривается, вот когда решения начинают так приниматься, ну, их очень тяжело принимать, ну, понятно, да? И этот стиль осваивает долго, нудно, этот тяжелый стиль. То есть он требует обычно, ну, это вот, это уже высокоуровневые специалисты, руководства, то есть это через пять человек реально может этот стиль нормально освоить. Давайте, скажем, высказать с тобой, гасить все эти конфликты. Ну, зато решение очень долго принимается, но зато если решение приняли, то оно будет жить. Потому что люди учтены мотивы, интересы с всех сторон. Потому что можно, конечно, в каком случае, так все, нафиг, не будет ни бонус, ни бонус, ни премию. Люди съедят один раз, второй раз съедят, а потом раз, тут накосячил, тут украл, тут ушел, и смотрите, у вас как бы... То есть то, что вы сэкономили на бонусе, на премии, на чем-то еще, вот вроде авторитарно, там, рявкнули, и у вас, оказывается, там процесс завалился. Или куда-то влезли, да, там, научили жить, один пиарчик, там, и чара своего, там, что-то такое. Неправильно все, неправильный документ, нафиг, все, то есть за что деньги учить, непонятно. Раз, и человек забился обратно, да, и как бы уже ничего не делает, то есть рявкнули. И вот это нужно постоянно поддерживать, но зато, если вот это вот заработало, и основная система выстроена уже вот так вот демократически, то вот тогда уже можно, это тоже необходимая составляющая развития, выйти на вот этот наблюдающий стиль. Вот это как раз, в принципе, на восьмом-десятом году работы, в общем-то, возможно. Вот нормальный путь развития руководителя, он вот такой, то есть вот через тернии к звездам, условно, к тем самым звездам, которые в ночном явлении горят у моря. Вот тут можно и более того даже нужно, потому что вот здесь, когда вот это все налажено, люди начали думать, сами там что-то предлагать, договариваться, то вот тут у вас будут проявляться как раз, уже к этому времени вам уже будет, тут точно вырастут люди, которые начнут брать на себя ответственность, организовывать работу других людей. Вот те самые руководители, вот рассадник, здесь уже рассадник. Здесь вам нужно будет не кого бы, кого бы начать растить, а кого выбрать из тех, кто уже подрос. Потому что при таком вот, при вот этом обсуждении, когда люди в теме и деловой ситуации, в теме того, как вообще там надо рявкать, и как быстро принимать решения, и какие эти быстрые решения бывают, они много видели их, да, ну, время-то прошло, и в теме вот по части там мотивации сотрудников, как их управлять, и они привыкли вот это все обсуждать и договариваться, то, в принципе, там у вас, ну, формируется уже среда, в которой эти руководители, просто вот они могут появляться сами, и, ну, вы знаете, да, что там, допустим, там, например, там, General Electric, там, что, Jack Welch, да, хвастается, что вот он такой себе крутой руководитель, да, а интерес же, на самом деле, не в том, что он крутой руководитель, а дело в том, что у General Electric последовательно было порядка 20 успешных руководителей, которые пережали рынок, отрас, постоянно, каждый следующий был не хуже предыдущих, даже лучше. То есть сила General Electric не в Джеки Уэлча, а в системе, которая позволяла им вот эту непрерывную череду руководителей поддерживать, это есть система их развития, система выбора кадров, система подготовки, их система управления, где всегда было много претендентов, достойных претендентов на каждый отрас, на каждый пост, и всегда был конкурс, и эти люди были сильнее, чем рынок. Вот сила, они все были выращены внутри, не было внешних ни разу, если вот туда как мучить, как они это сделали, ну вот плавненько выращивать, чтобы что-то происходило. Так, хватит, время кончилось. Идея нормальная, пригодится? Ну, напоследок, наверное, еще вам короткую штуку совсем расскажу. Недавно графический вид ее превратил. Попалась, как так, с фон Калузевис, военный теоретик, не знаю, постоянно цитируют, но не те места цитируют. Самое интересное место, сейчас тут приближается рассмотрение, фон Калузевис предлагает, кого повышать, а кого не повышать. Его система управления военными кадрами, офицерами. Как вот каких офицеров повышать, таких нет. Интересно, та же самая руководитель. Вот как ориентирчик, его точка зрения. Он рекомендует по уму и трудолюбию. Вроде все хорошо, да? Ум и трудолюбие. Ну, под умом тоже надо понимать, что скорее всего он понимает социальную компетентность, техническую компетентность, умение, ну, много чего-то. То есть это не то, что у него вот такая голова, и мозг веса 5 кг, нет. Это умение, в том числе, решать проблемы, умение организовывать себе там жизнь. То есть умение думать, анализировать, планировать. То есть вот такой ум, вероятно, практически. Не умение писать философские фрактаты. Так вот, что он рекомендует? Вот тех, кто тупые и ленивые, их он предлагает не трогать. Потому что они, в общем-то, не вредят. Ну, если есть возможность потихоньку от них избавляться, ну, если нет возможности, ну, их кем-то заменять, но постепенно, не надо резких движеть, поскольку они, в общем-то, не сильно вредят. Ну, всегда в долгоживающих организациях всегда есть какие-то вот такие старые кадры, которые давно живут, там все там в порядке. Если они не сильно мешают, и вот там не лезут никуда особо, то, ну, то есть им не надо срочно заниматься. Они, в общем-то, не сильно вредят. Это не самые страшные люди. Менять их, ну, так вот, такой обмен можно, но, в принципе, они, в общем-то, могут сидеть вот так вот ровненько, и пусть они тут вот сидят. Самая опасная категория, с его точки зрения, это тупые, но трудолюбивые. Их он рекомендует понижать, потому что чем выше уровень в иерархии вот этого тупого, трудолюбивого человека, тем больше он генерит идиотских указаний. То есть он может задолбать ненужной работой любое количество солдат, сотрудников, кого угодно. Вот эти активисты, ну, в принципе, узнаете, да, категорию? Часто молодые активисты, они вот в этой категории, то есть не потому что они могут быть там 800 образований, что-то еще, но реально, как бы, по жизни они, ну, немножко еще другое. Вот их придерживать, не растить. Ага, уже звонят, наверное. Хорошо, это намек, я понял. Так вот, категория вроде как самая лучшая категория, да, по всем параметрам вроде как золотые люди, умные и трудолюбивые. Что надо с ними делать? Придержать на месте. Придержать, да, потому что на них держится система. Вот это люди, которые выполняют основную работу. И они золотые, вот это ваше все, и их не надо быстро растить. Они, в принципе, горизонтальные, вот они, вы их просто удерживаете. То есть их нужно вот держать, нянчиться там, мотивировать там, дружить с ними, все классно. Ну, а реально повышать надо кого? Умных и ленивых. Умных и ленивых, да, потому что они придумают, как сделать так, чтобы все работало, чтобы их никто не дергал, чтобы они сохранили вот этот свой пост. И при этом, не особо напрягая там всех остальных, то есть они обеспечивают функционирование больших систем. Ну, плохие, конечно, вещи, я вам сейчас рассказал. Но, по сути, вот это вот они есть, по сути. Вот это вот, вот те, кто пришел вот сюда вот так, вот они обычно и становятся умными и трудолюбивыми. Как говорят, начинающие руководители не умеют работать, а опытные руководители умеют не работать. И это вот, ну, это умение, оно идет только через, пока вы не освоили все предыдущие стили, сюда рано. И новичку, это та же самая история, вы растите руководители постепенно, просто давайте вот это все освоить. Все, коллеги, время закончилось. Буквально несколько...